Это позволяет избежать каких-то проблем уже на финишном этапе. Не забываем оставлять зазор для того, чтобы очень много споров, какой материал использовать для стен. Какие плюсы? Их несколько. Первое и самое главное, задаем правильный, очень важный момент по поводу электромонтажа. Трубу мы используем, это максимально позволяет избежать каких-то проблем уже на финишном этапе. Всем привет! Сегодня у нас живой комплекс «Домашний», квартира площадью 64 квадратных метра. Закончили межнервный ремонт и сейчас пройдемся по каждому виду работ. Работы мы начали с разработки дизайн-проекта. На это у нас ушло ровно 4 недели, после чего мы уже приступили к ремонтно-строительным работам. Первый этап – это разведение перегородок из газобетонного блока толщиной 10 сантиметров. Армируем при помощи базальтовой сетки. Очень много споров, какой материал использовать для стен. Кто-то предлагает блок 300 миллиметров, кто-то говорит кирпич, кто-то говорит гипсокартон. Универсальное решение – это газобетонный блок толщиной 100 миллиметров. Второй этап – это механизированная штукатурка. Штукатурить можно ручным способом, а можно при помощи механизации. Какие плюсы? Их несколько. Первое – это быстрее, то есть производительность в три раза выше, чем ручным способом. И второй момент – смесь готовится при помощи машины, а не вручную. То есть количество воды у вас всегда одинаковое, и прочностные характеристики смеси везде равномерные. Третий этап – это монтаж черновой сантехники. Сюда включается и монтаж водоснабжения, и замена отопления от застройщика. Вот такой водомерный узел мы собрали в ванной комнате. Здесь у нас коллектор на холодную и горячую воду, редуктор давления, фильтра тонкой очистки, система защиты от протечек, водные краны на горячую и холодную воду. Все собрано на качественном материале. Трубу мы используем рехау, коллектора, редуктора и фильтра, производитель фар. Также была заменена система отопления от застройщика, смонтирован коллектор на подачу и обратку. Также ставят водные краны для того, чтобы в любой момент можно было перекрыть полностью отопление в квартире. Четвертый этап – это устройство мокрой либо полусухой стяжки. В данном случае мы делали мокрую стяжку, использовали пескопитон марки М300, производитель Русиан. Сейчас расскажу про несколько моментов, на которые стоит обратить при монтаже мокрой либо полусухой стяжки. Обязательно используем демпферную ленту по периметру каждого помещения. Делаем демпферные швы для того, чтобы избежать появления трещин на вашей стяжке. И самое главное – задаем правильные высоты для каждого помещения. Здесь у нас будет лежать ламинат, здесь будет уложен керамогранит. Толщина чистового покрытия разная, поэтому уровень пола на кухне ниже, чем в коридоре. На этапе разработки дизайн-проекта необходимо заложить чистовой материал и понимать, какой толщины он у вас будет для того, чтобы уже, когда вы делаете стяжку, задать правильные высоты. Чтобы не было необходимости тратить деньги на наливной пол и выравнивать основание, уже исходя из заданной толщины чистового покрытия. Пятый этап – это монтаж черновой электрики. Всю электрику мы делаем всегда по потолку, в серой ПВХ-гофре. Используем для этого клипсы ДКС и гофра аналогичного производителя. Здесь у нас будет встроенная мебель, и мы здесь смонтировали все инженерные коммуникации. Здесь силовой щит, вот выглядит он вот так. А здесь будет слаботочный щит, так как в квартире смонтирована система умного дома. Очень важный момент по поводу электромонтажа. Штробы должны быть строго вертикальны. Сейчас я нахожусь на кухне, здесь у нас будет стоять кухонный гарнитур. Через 2-3 месяца будут уже монтировать мебель, стены будут все уже покрашены, будет фартук, штроб будет не видно. И есть риск, что мебельчики попадут саморезом в кабель. Вот чтобы этого избежать, необходимо, чтобы ваши штробы были строго вертикальны. Есть подразитники, кабель пошел вверх. И так вот в каждом месте. Это максимально позволяет избежать каких-то проблем уже на финишном этапе, где переделки, во-первых, и дорого по стоимости, и очень долго по времени. После того, как вы смонтировали электрику по квартире, покупаете самые дешевые розетки и выключатели, монтируете их, вешаете лампочки, и при помощи этих приборов проверяете, как у вас работает электрика. Включаете-включаете свет, если питание в розетках, вот, включение-выключение. Самые дешевые розетки и выключатели монтируем по всей квартире и смотрим, как у нас работает вся электрическая цепь. Это позволяет избежать каких-то проблем уже на финишном этапе, чтобы не было неожиданностью, что какая-то розетка или какой-то светильник не работает. Если в вашем проекте двери скрытого монтажа, то сейчас то самое время, когда следует монтировать дверные коробки под двери-невидимки. Не забываем оставлять зазор для того, чтобы подвести под коробку частовое покрытие, и эти работы нужно делать до начала шпаклевочных работ, потому что шпаклевка должна заходить на дверную коробку. Вот такой ремонт получился у нашего подписчика. Все ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментариях, либо пишите по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Всем пока!